Шерлок Холл Шерлок Холл Салют! Вряд ли рассказ о сериале «Шерлок» можно было бы назвать полным, если бы я нежно не коснулся темы русской локализации. Я считаю, что перевод, а уж тем более озвучка, имеют огромное значение при восприятии произведения. В принципе, можно найти сериал в одноголосом переводе от Юрия Сербина, который... тоже не идеален. Ирен Адлер. В своей сфере известна как женщина. Не может быть! Однако, выступая альтернативным переводом, он заполняет пробелы, упущенные дубляжом. Я посмотрел сериал в двух вариантах перевода, и, владея скромными познаниями в области английского, дабы понять местами непереводимые игры слов, скорее всего, смог получить что-то близкое к правде. Работа актеров дубляжа в целом неплоха, однако я считаю, что не все голоса подходят своим персонажам. Самый яркий пример — это Мариарти, который в дубляже стал слишком слащавым, манерным и лишенным глубины подачи. Подробно разбирать ошибки самого перевода в дубляже — это тема для отдельного разговора. Однако, я просто не могу обойти стороной и не сказать, что по-настоящему облажались локализаторы с переводом надписей. В оригинале это была чуть ли не главная фишка сериала, но наши ребята, вооружившись фразой «и так сойдет», выдали самую топорную локализацию, что я видел в своей жизни. Личный бог Ватсона, жизнь продолжается. Хочу рассказать вам о паре небольших дел, в которых мы участвовали, о том, что на самом деле случилось на круизном лагере. Причем, что удивительно, особенно отличился именно второй сезон, так как в остальных работа проделана вполне сносно. И ладно, допустим, у людей было лишь несколько стандартных шрифтов на компьютере и непонимание того, что надписи можно тречить к объектам. Но вот изъятые анимации – это уже саботаж, друзья мои. То есть, в чем смысл этого поступка? Либо работа проводилась в режиме «нужно сделать внезапно», либо это поручили школьнику, который зашел к маме на работу в офис и заодно стал показывать всему отделу, как накладывать надписи на видео, но не успел их научить, как скачать нормальные шрифты из интернета, потому что мама сказала, что нельзя так долго сидеть перед монитором. Я не знаю, ребят, ну правда, это несерьезно. Хоть кто-то это вообще отсматривал, прежде чем пускать в эфир. Я и так тому, что большинство зрителей вводит себя в заблуждение, считая, что дубляж им не врет. Я же теперь даже не уверен, как фамилия одного из создателей правильно пишется. Третий сезон Шерлока заставил себя ждать всего два года и объявился лишь в 2014 году, по традиции наделав много шуму. Стоит ли говорить, насколько высоки были ожидания зрителей после того, что создатели наворотили в конце прошлого сезона? Именно тогда волна сумасшествия по сериалу коснулась даже таких дремучих людей, как я. Казалось, что все помешались на том, как же выжил Шерлок. И ответ мы узнаем в первой же серии нового сезона. Но сперва... Итак, серия начинается и... Стоп, кто-то не знал о существовании этой мини-серии? Бывает. Тем не менее, серия начинается и мы видим, что Камбербетча в роли Шерлока больше, чем фанаты любят только создатели шоу. Я прям вижу, как вся съемочная команда слюной исходит, пока снимает Беню в плаще. В общем, нам показывают, что Шерлок путешествует по миру и тайно раскрывает преступления. Уверен, он просит их не называть имен, просит лишь сказать, что их выручил неотразимый незнакомец, столь умопомрачительный, что слово «шикарный» придумали исключительно для него. Я все провел, просчитав глубину, на которую шоколадная крошка проникла в рожок мороженого жертвы. Тем временем мы узнаем, что Андерсон Аброс волоснёй стал похож на Дэвида Духовный, хотя тот и без бороды, но я не знаю, как это работает. И ходит, рассказывает всем, что это заговор и Шерлок жив. Лестрейт, меня уже два года никто не унижал, я так больше не могу. А чем я могу тебе помочь? Оскорби меня. Ну, ты воняешь. Нет, это все говорят, а ты оскорби, как Шерлок, смачный, с ощущением, что только что произвел взрыв, и уходишь, не глядя на него. Господи, да просто зайди в интернет и напиши, что тебе понравились новые «Звездные войны». Затем Лестрейт приносит Ватсону вещи Шерлока, чтобы тот перебрал их, прежде чем выбрасывать. Среди них оказывается исходная запись видеопоздравления для Ватсона от Шерлока. И после просмотра забавного отрывка видео, в приступе очередной отсылочки, серия заканчивается. И мне правда сложно с уверенностью сказать, зачем это было снято. Ученые всего мира по сей день проводят исследования и изучают этот вопрос. Когда-нибудь мы узнаем правду. Здравствуйте, я профессор Нечоси. Я помогу вам разобраться с подтекстами и понять, что написано между строк. Не стоит недооценивать значимость этой серии. Обратите внимание на показанные события. Вот тут Шерлок обнаруживает девушку, вот тут он раскрывает дело по мороженому, а вот тут он участвует в голосовании суда присяжных. Это говорит о том, что Шерлок нашел себе девушку, угостил ее мороженым и теперь она с ним судится. Это очевидно. Помяните мое слово, его посадят. Эй, ты, междустрокер, мы тебя позовем, когда у нас закончатся запасы чуши. Ладно, хватит отвлекаться, приступим к настоящему началу сезона. Итак, серия начинается и нам показывают... Нет, о том, как Шерлок выжил, мы поговорим чуть позже, а пока мы узнаем, что прошло два года. За это время имя Шерлока было очищено и он стал героем. Герой, которого мы не заслуживали, но который был нужен нам. Вдоволь насладившись тем, как его брата избивают, но на том чудесным образом не остается синяков, Майкрофт говорит Шерлоку, что тому время вернуться в Лондон. Это же очевидно. На Шерлоке остаются побои только после ударов Батсона. Видимо, авторы хотят этим сказать, что лишь Джон способен причинить ему боль. Пшел вон, я тебе сказал! В общем, выясняется, что Шерлок эти два года уничтожал преступную сеть Мориарти, поэтому и скрывал, что он жив. И знаете что? Я ему не верю. В первом сезоне Шерлок узнал о Мориарти и что он сделал? Да ничего, он сидел и ждал, пока Мориарти его сам найдет. Во втором сезоне они разошлись и что сделал мистер «Мне скучно хочу дело»? Опять ничего. Схвачу тебя. Позднее. Ни за что. Он не искал его, не пытался на него выйти, он просто ныл и мешкал, покуда Мориарти лично не приперся к нему в дом. И даже тогда, пока Мориарти не обратил ситуацию против Шерлока, тот и не думал шевелиться. Поэтому нет, я не верю, что Шерлок пытался уничтожить преступную сеть. Этим скорее Майкрофт занимался, пока Шерри целовался со своим отражением в ванной. Тебе пришлось с порядком повозиться. Я просто невероятен. Круче, чем Чак Норрис? Даже круче, чем Ван Дам. Эй, но ведь подручная Майкрофта антенна, антенна, она больше не похожа на Каменских. Ты постарела или что? Ты ведь теперь ни капли на нее не походишь. А как же мой запас шуток на этот счет? Выкидывать что ли? Все мы стареем. Люди эгоисты. Только о себе и думают. По-моему, вот тут мистер «Я не интересуюсь женщинами» перегибает палку. В плане это, разумеется, забавно, что он говорит о Джоне как о своей собственности, но это скорее походит на то, как девушки говорят о своем парне. Блин, это опять двузначно прозвучало. В общем, я думаю, это можно считать за еще один гей-намек. Тем временем Ватсон приходит в гости к миссис Хадсон. А оказывается, что он не навещал ее после смерти Шерлока. Интересно, почему он решил навестить ее именно сейчас? Но как же сердечко Ватсона чувствует, что они с Шерлоком вот-вот воссоединятся. Эй, не надо нагнетать, тут и без тебя этого барахла хватает. Ладно, вот вам небольшой урок мотивации. Когда ваш друг умирает, вам больше не за кем бегать и приходится идти на работу. Правда, уверен, перед этим Ватсон пытался жить еще у кого-то на шее. Я мало с кем мог ужиться. От первой и третьей сбежал в больницу. Вторая вполне ничего так. Кудряшкой в пальтишке была четвертой. Но пятая моя, так моя. Ее я словно знаю давно. И буду лишь ее охранять верной псиной. Из диалога с миссис Хадсон мы узнаем следующее. Она не сдавала эту комнату никому после Шерлока. Тогда вопрос, откуда она брала деньги? Видимо, она все-таки сделала ремонт в той комнате снизу. Да, сериал предрасположен куда большим переменам, чем я предполагал. В общем, Ватсон сообщает, что он собирается сделать своей девушке предложение. И именно в этот вечер мистер самовлюбленность намеревается сообщить Джону о своем возвращении в мир живых. Правда, до вечера еще куча времени, так что он стоит и пафосно позирует на крыше, чтобы хоть чем-то себя занять. Эй, мужик, что ты там делаешь? Как ты вообще туда залез? Два года назад оттуда кто-то насмерть разбился. Там все перекрыто. Итак, дело было вечером Бенедикта Камбербетчела. Пользуясь услугами монтажера, что любезно помогает подсказками, Шерри делает невозможные выводы и всячески клоун одничает перед Джоном, не забывая отдать честь канону. И все это под музыку из... Если бы ко мне Шерлок приближался под эту музыку, я бы вызвал ментов. Как тебе идет такой грим? Мне кажется, или переодевание в официанта это отсылка к странным шагам Честертона? Кот красный, кот красный, к нам в ресторан ворвался какой-то мужик, чтоб крадывает посетителей. О, а теперь он притворился одним из официантов. Как он выглядит? Шикарно. Встреча с тобой самая лучшая из того, что со мной произошло за это время. Согласна. Что? Я лучшая из того, что с тобой произошло. Мне кажется, Ватсон нашел себе идеальную подружку. Она, как и наш мистер пафосная стерва, самоуверенная в ее подаче есть нотки уколов в сторону Джона. Может, в армии он настолько привык к дедовщине, что теперь любит подобное? К слову, опять же, лично мне непонятно, почему он расстался с той подругой из первого сезона. Видимо, у нее недостаточная стрессоустойчивость, чтобы быть с Джоном. О боже, у Шерлока бомбит! Я к нему! Вот кот, пошел без меня из окон летать. Все, собираю шмотки и больше вы меня в этом сериале не увидите. Как бы там ни было, мистеру навязчивость все же удается снять на себя внимание. Интересная штука фраг. Не лишая индивидуальности друзей, он обезвлечивает официантов. У моего брата мозг ученого или истинного философа, но он предпочел стать детективом. Я думал, что ты мертв. Ты так и будешь с ними ходить? Вот это по-нашему. У кого-то драка только на свадьбе, а у Джона уже на помолвке. На самом деле, надо признать, что в данном случае в сериале куда более правдоподобная реакция Ватсона, нежели была в книге. Все же в оригинале он довольно легко принял воскрешение своего товарища, и они почти сразу побежали распутывать новые преступления, словно ничего и не было. Тут же нам решили посвятить полтора часа тому, как Джон будет прощать Шерлока. Это более человечно, наверное. Как странно. Я ведь извинился. Что ему еще? Похоже, вы ничего не смыслите в человеческой натуре. В натуре? В натуре! В натуре нет. Знаете, я нахожу сомнительную социальную неадаптированность, мистера, я буду ржать тебе в лицо. В плане, по идее, для того, чтобы прогнозировать поведение преступника и выяснять мотивы, он должен разбираться в психологии людей. Я понимаю очень мало, меньше всего самых близких мне людей. Затем мистер Международная Загадка раскрывает всем факт того, что он жив. Эта дрянь вас погубит. Ну ты паршивец. Серьезно, дубляж? Серьезно? Паршивец? А почему не отпаразит? Или не упроказник? Или еще лучше, ах ты клизма в ботинках? Боже, полгода я целовалась со щеткой, а потом является его милость и... Я бреюсь не ради Шерлока Холмса. Твой новый слоган. Итак, сериал продолжает отпускать шутки в сторону того, что у Конан Дойля были усы, а тем временем Ватсон дуется на Шерлока, пока тот участвует в увлекательнейшем диалоге с братом. Детство вспомнилось. Не умничай, Шерлок. Здесь умный я. Да, я всегда был умнее. Я считал себя идиотом. Мы оба считали тебя идиотом. Сравнивать было не с кем, пока родители не отдали нас в школу. У меня не заниженная самооценка, это ошибка. Ну да. У меня низкая оценка всех остальных. Нет, правда, захлестки и диалоги, этот сериал порой хочется боготворить. Но вот дальше серия постепенно начинает бесить. Нам начинают показывать врачебную практику Ватсона с самой худшей ее стороны. Просто чтобы прерывать остроумные отсылочки, гэгами, уровням и отчаялись, воруем шутки из Остина Пауэрса. Любовные мейлы были от отчима. Что? Прекратив, разбил ей сердце. Она разуверилась в себе, сидит дома. Он живет на ее зарплату. Мистер Уинди Бэнк, вы поступили как настоящий... Моча-сборник. Моффат, у нас Ватсон врачевать стал. Нам нужны медицинские шутки. Извини, но после восьми сезонов Доктора Хаоса мировой запас шуток про медиков исчерпан. Но нам нужны шутки. Господи, ну что ты все по старинке? Заморачиваешься, прописываешь юмор. У нас же современный сериал, а значит и юмор должен быть современным. Записывай матчи, а? Блин, ты такой смешной. Задница. Ой, я сейчас забру со смеха. И кстати, для всех, кто не понял глубокого смысла данного кадра. Короче, мы совсем сбиты с толку. Не сомневаюсь. Что ж, мистер Я без понятия, как провел два года без Ватсона, берет с собой на расследование Молли, которая до сих пор меня поражает тем, насколько у нее гибкий график работы. Сначала они тратят наше и свое время на скелет, закрытые в комнате, что оказался фальсификацией от фан-клуба Шерлока, а затем натыкаются на более интересную загадку. Он сел в последний вагон на станции Вестминстер, единственный пассажир. А на станции Сент-Джеймс-Парк вагон пуст. Кстати, а вы знали, что лондончане жаловались на этот эпизод, мол, тут сериал напрочь запутался в ветках метро, и персонажи несут какую-то околесицу? Да к тому же, сюжетный ход немного притянут за уши. Мне кажется, что пересчитать вагоны – это первое, что пришло бы в голову работнику, что заметил несостыковочку. Тем более, уж он-то должен был отличить локомотив от вагона, разве нет? Мы говорим, кара не вагон. Слово ввели американцы, когда помогали строить метро. Он крутой специалист. Кстати, насчет визуала. Просто посмотрите внимательнее на эти кадры. Вот тут, например, Шерлока снимали, посвятив на него проектором, а вот тут они на монтаже пустили изображение поезда по потолку. Половина украшений сделана на монтаже, а половина – за счет операторской работы. И самое интересное, что в сериале довольно простые в исполнении трюки, но это ж кому-то пришло в голову. То есть, кто-то из команды предложил так сделать, и они снимали отдельные кадры для стилевых перебивок. Ставлю им лайк. Как бы там ни было, Ватсон все же надумал зайти в гости, поскольку ему, как и Шерлоку, аж зудит пообщаться. Но прежде чем он добрался до заветной двери, беднягу похищают и накачивают какой-то гадостью так, что он вздраво. Я бы сказал, вообще в бревно становится. После чего закономерно его пытаются сжечь. Мэри прибегает к Шерлоку в панике, показывая сообщение с загадкой. Из загадки они выясняют, что из Ватсона получился бы отличный Гай. Что ж, тут нужна минутка истории. В 1605 году Гай Фокс пытался взорвать здание Вестминстерского дворца во время речи короля Якова Первого. А заговоре стало известно, и Гая Фокса казнили. В Великобритании есть определенная традиция. В ночь Гая Фокса люди ежегодно запускают фейерверки и сжигают чучело заговорщика. Блин, с этим сериалом я скоро ходячей энциклопедией стану. Ходячей энциклопедии. Почему до сих пор никто не снял такое кино? Вы на машине? Да. Нет, медленно, слишком медленно. Вот это... На помощь! Ага. Ага. Очень странно, что лишь один ребенок из толпы слышит кряхтение парализованного Джона. Но как же ты не понимаешь, авторы хотели этим показать, насколько глухие и слепо бывают взрослые, и как важно прислушиваться к словам ребенка. Окей, у нас тут почти экшенчик. Шерри и Мэри верхом на мотоцикле спешат на помощь. Монтажер на этом моменте негодует. Судя по всему, композитор написал музончик не в том темпе, и теперь, чтобы попадать в сильную долю, приходится постоянно замедлять и ускорять кадр. Помогите! А вот то, что немного не продумано, так это то, что именно Шерлок бежит доставать Ватсона из-за подни. Я к тому, что Мэри, по идее, влюблена в Джона, плюс, как мы выясним позже, она супер-пуперно тренированный агент. Так почему она позволяет Шерлоку, человеку ума, а не мускул, доверить ответственный момент спасения любимого человека? Вдруг он оплошает? Мне кажется, она должна была обогнать его и первой достать жениха из костра. Ну, это же совсем очевидно. Авторы хотят этим показать, что гейская любовь куда сильнее... Так а ну пошел вон, у нас тут и без тебя с гей-намеками перебор, еще в подтексте их искать. В общем, Мэри не хочет себя выдать, она уверена, что создатели любят Беню сильнее, чем ее, так что все ок. Мы же переключаемся на сцену с родителями Камбербетча, а в смысле, родителями Шерлока. Блин, они взяли на роль жены Ватсона, жену Мартина Фримана, теперь на роль родителей Шерлока, родителей Камбербетча. Это потешно, правда, но связанную с ними шутку я уже видел в Докторе Хаусе. Это твои родители? Да. Ну, в смысле, они такие, ну, обычные? Вы с мамой в порядке? Я не знаю. Я скажу тебе вечером. Холмс и Ватсон вновь вместе расследуют дело и все-таки догадываются, что вагон просто отцепили между станциями. Моран не испарился. Он остался в вагоне под землей. Машинист куда-то отвел состав и отцепил последний вагон. Моран. Лорд Моран. Почему Моран? Чтоб было созвучнее с тираном или бараном. А это наш доблестный рыцарь, сэр Баран. Итак, в ходе расследования по скайпу мы выясняем, что преступники придумали взорвать бомбу под зданием парламента, как раз, когда там будет проводиться голосование по антитеррористическому проекту. Стоп, но разве этот сюжет не был бесстыше позаимствован из Шерлока Холмса Гая Ричи? А, фу, отпустило. Просто когда вы перестаете показывать на экране, насколько роскошно у вас камбербетч, я начинаю задумываться о сюжете. Друзья спускаются под землю и Ватсон предлагает вызвать полицию, ведь если они наткнутся на кучу бандитов, они не смогут их отпинать. А в случае, если они найдут бомбу, они не смогут ее обезвредить. Но Шерлок говорит, да давай, и это срабатывает. Тут что-то не ясно. Тебе неужели? Он обязан здесь быть. Воу, Шерлок, что это было? Отличный кадр для трейлера. Но ничего ведь не взорвалось. Я знаю, знаю. Они выясняют, что пустой вагон – это и есть бомба, механизм которой уже работает. Поняв, что спастись им не удастся, они извиняются друг перед другом, и Ватсон под набором чувств прощает Шерлока, ибо думает, что сейчас умрет. Но потом выясняется, что бомба выключается кнопкой на корпусе. И это лучший момент за весь эпизод. Ну ты... Ты бы себя видишь. Скотина. Поршивец. Ты знал, как ее обезвредить? Тут есть выключатель. У террористов были бы проблемы, не будь там выключателя. Два, террористов. Мешок. Один. У тебя получилось. Так за каким чертом ты устроил... Не все было ложью. Я совершенно не представляю, как выключить эти дурацкие лампочки. И что я опять не так сказал? Что ж, Маран пойман, сеть Мариарти вроде полностью накрыта, и все празднуют возвращение Шерлока. Хэппи-энд. Всем привет. Привет, Молли. Это Том. Шампанского? А, о, 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 ешки-матрешки, вы поняли? Ее парень похож на Шерлока, что отсылает к фразе про то, что социопат и ее тип, что отсылает к диалогу с Майкрофом про его одиноче... Воу, какая глубокая шутеха, я же офигел. Ну и напоследок Шерлок рассказывает, как же на самом деле у него получилось выжить в прошлой серии. Давайте поставим точку в этом вопросе и разберемся раз и навсегда, как же выжил Шерлок. Я видел 13 возможных сценариев развития, когда мы с Мариарти окажемся на крыше. Нужно было выбрать реальный способ избежать смерти. Для начала обратимся к контексту создания сериала. Марк Гейтис и Стивен Мофф, отзаручившись поддержкой иллюзиониста, придумали, как мог спастись Шерлок и сняли кадры с разгадкой тогда же, когда и самопадение. Затем произошел показ эпизода и зрители стали бурно обсуждать варианты решения задачи. Полились тысячи теорий и вопросов, в ответ на которые сценаристы лишь загадочно улыбались и искренне наслаждались реакцией аудитории. Они заявили, что все необходимое для решения задачи они показали в эпизоде и что они читали предложенные теории. А теории были одна невероятнее другой. Физики высчитывали траекторию падения и утверждали, что если правильно сгруппироваться, можно выжить. Система японской борьбы. Знаешь, для гения ты бываешь на удивление туп. Что? Кто-то уверял, что раз всю эту историю Ватсона рассказывает психотерапевту, то это лишь субъективный взгляд на события. Была теория и о близнецах. Вы о клонировании? Да, конечно. А ведь куда ли помните? И людей клонируют? Почему нет? Что Шерлок перед падением переселил свой разум в тело брата-близнеца, которая выглядит точно так же, такого же возраста и так удобно находится всю жизнь в коме. Стоп, это другой фильм. Теории о том, что падал манекен, о том, что это Мариарти, на которого натянули маску Шерлока, в общем, от некоторых идей хотелось откреститься, тогда как другие вызывали неподдельный интерес. Ты совсем спятила. А что тут такого? Не вижу, чем моя версия хуже твоих. Например, лично мне понравилась теория о том, что это Тардис. Идите нафиг, мне нравится. Есть теории, что Шерлок стоял совсем в другом месте, что разговор был записан заранее, хотя чего мы паримся, давайте просто послушаем, что на этот счет говорит сам Камбербетч. Я расскажу вам, как Шерлок выжил. Итак, вот край здания, вот Шерлок, вот что происходит. Поймал. Старая стена. И эта большая штука, вертолет. Чашку чая, дорогая? Вот, по большому счету, как это происходило. Ясно. Итак, давайте выясним, что же было на самом деле. Соберем фактовое едино. Что нам известно точно. Фокус бы не получился, если бы Ватсон видел приземление, поэтому он должен был стоять так, дабы одноэтажное здание перекрывало ему обзор. С крыши падал точно Шерлок, и он точно падал живым. Нам не зря сделали такой большой акцент на этом мячике. Шерлок действительно скрыл с помощью него пульс. Если бы это был заранее подготовленный труп, Ватсон бы догадался так, как тело остыло. Велосипедист сбил Джона не случайно, у него вот тут даже мелом расчерчена траектория. Ну и то, что спасение Шерлока явно не связано ни с чем сверхъестественным, потому что супернатурал-то точно не про этот сериал. Так что же произошло? Вы готовы открыть завесу тайны? Готовы узнать правду? Давайте просто посмотрим оригинальные раскадровки. Так, он падает в грузовик с мешками, Молли выкидывает труп, Джона сбивает велосипедист, и в этот момент Шерлок меняется с трупом местами, при помощи мячика прячет пульс. Фанаты отвергли эту теорию первой, потому что при всем желании Шерлок не долетел бы до грузовика, без разбега никак. Сценарий заключался в падении в припаркованный больничный грузовик с мешками с бельем. Трудновато, угол слишком большой. Судя по всему, именно прыжок в грузовике был изначальным планом создателей, они правда не придумали ничего лучше. Но когда посыпался шквал фанатских рассуждений, они поняли, что облажались по-крупному. Взявшись играть в эту игру, сценаристы не учли одного, что по всему миру найдутся люди, готовые предложить что-то интереснее, а значит последует разочарование. Это было что-то необычайное. Зрители придумывали свои версии, делали семиминутные презентации, мне даже предлагали деньги. Сценаристы улыбались на публике и потешались над поднятой шумихой, а сами втайне рвали на себе волосы и не знали, как выкрутиться. В итоге поступили в своем стиле. Они посвятили кучу времени в новом эпизоде, дабы высмеять столь бурную реакцию и назвали свое сообщество Андерсонами, то есть дурачками. Если бы все это было правдой, я бы узнал об этом последнем. И фанаты взбесились. Два года ломая голову над задачей, они хотели, чтобы им открыли секрет, а в итоге им говорят нечто вроде... Как ты спрыгнул с крыши и выжил? Я известен своей живучестью. Нет, серьезно. Ты не можешь умереть, Маклауд. И ведь вариант с воздушной подушкой мало кого устроил, как минимум потому, что она надувается со звуком взлетающие ракеты. Создатели попытались донести мысль, мол, не будьте Андерсонами, все гораздо проще и прозаичнее. Вот послушайте этот фрагмент и только попробуйте сказать, что это не звучит как диалог сценариста со зрителем. Согласитесь красиво. Хм, что? Были идеи и лучше. Неужели? Я ждал большего. Хм, кругом одни критики. Так что сценаристы решили не говорить вообще ничего. Умно ли это? Решать вам. Вон, ребята анонсировали третью часть Холмса Гайоричи. Посмотрим, как они там будут оправдывать свое безобразие. С другой стороны, немного непонятная ситуация с воздушной подушкой. Ведь если вы уже поняли, что облажались, то в чем была проблема взять самую интересную и проработанную идею, предложенную фанатами, и реализовать ее под шумок, словно вы изначально так и планировали? Или вы решили, что самая проработанная идея именно эта? Оу. Минутка, чисто отсылочек. Здесь не хватает теории. Разгадка зашифрована в четырех показанных вариантах, что предлагает серия, и раз Шерлок говорит правду насчет мячика. Мяч для сквоша под мышкой. Если посильнее надавить, он ненадолго остановит пульс. Но врет насчет истинной причины страха ребенка. Вы решили, что она так себя вела, потому что похитителем был я. Я понял, что Мариарти подыскал похожего на меня человека, чтобы посеять подозрения. То и теории стоит воспринимать так. В каждой из них есть часть истины, и нужно правильно собрать пазл. Угу. На этом эпизод заканчивается. Он вызвал у зрителей как и восторг возвращением любимых персонажей, так и разочарование, ведь зрителям не дали обещанного. Как по мне, эпизод абсолютно проходной, и его вытягивает только остроумная развязка с бомбой. Посмотрим же, что будет дальше. Думья конченует.